Всем привет! Смартфоны Oppo обширно представлены на российском рынке и их можно разделить на два направления. Старшая, куда входят модели серии Rino, вот у нас Rino 2Z, такая вот коробочка у него, и младшая, состоящая из моделей A-серии. Сегодня мы поговорим о Rino 2Z. Вот такой симпатичный девайс. Его цена 29 990 рублей. И снова примеряя на себя роль лысого Деда Мороза. Декабрь, скоро Новый год. Хочу подарить четыре смартфона. Четыре Oppo Rino 2Z. И я знаю, что вы хотите их выиграть. А выиграть очень просто. Я хочу, чтобы вы поделились опытом использования своего смартфона. Вот как есть. С болью, с радостью, все вот прям честно. Напишите эссе небольшое, либо развернутый большой обзор. Как вам комфортнее, вот так и напишите. Все материалы мы обязательно прочтем и выберем четыре самых крутых. Их авторы получат от нас Oppo Rino 2Z. Все четыре человека получат по одному смартфону. Но получат не просто так. Даже в детском саду Дед Мороз просит рассказать стишок. Но мне стишок не нужен. Я хочу от победителей получить четыре обзора. Мы вам смартфон, вы нам обзоры. Честный обмен. Смартфоны потом остаются у вас. Четыре победителя, четыре текста. И мы их опубликуем на сайте. Я даже готов помочь с написанием текстов. Если будут какие-то сложности, я вам помогу, друзья. Давайте, раскрывайте таланты внутри себя. Пишите опыт использования своего смартфона в виде большой статьи, в виде коротенькой. Не важно. Главное, чтобы это было вот от души. Жду, друзья, тексты. И хочу уже отправить вам четыре смартфона. Давайте, друзья, активнее. Все условия в описании, все ссылки в описании. Участвуйте. Прошу не расслабляться, друзья. У вас неделя на написание текста. Пожалуйста, вот, возьмите руки в ноги и пишите уже. Пишите, отправляйте мне, я буду отбирать, и вдруг повезет. Ну, реально. Oppa Rina 2Z. Четыре телефона, шансы очень высоки. Участвуйте. Смартфоны я встречаю по одежке, и в этом плане Oppa Rina 2Z максимально приятен. Посмотрите на его коробку. Такая вытянутая, большая и светлая. Сразу светлые мысли в голове появляются. Там, помимо документации, иголки извлечения SIM, лотка, кабели USB-C, находится мощная зарядка 20-ваттная с технологией VOOC 3.0, неплохая гарнитура и чехол с отделкой под натуральную кожу. Забота, кстати, была нанесена на стекло еще. Защитная пленка я снял, но она здесь была. Чехол для комплектного очень крутой, и его, честно говоря, было бы не стыдно, наверное, продавать и отдельно за немалые деньги. Но он идет в комплекте, за это большое спасибо, конечно. Он хоть и выполнен из полиуретана, но все же напоминает изделие из натуральной кожи. Но, в отличие от изделий из натуральной кожи, он не будет быстро истираться и быстро покрываться чем-то грязно-черным. Да, вот я с ним ходил, и он вполне себе свежий и хороший. Над экраном бортики, уголки усилены, а сзади, смотрите, это не имитация, это настоящие нитки. Прям вот хорошо, друзья. И защищает, и внешний вид хорош. Над дизайном в опыт тоже потрудились. Казалось бы, чем может удивить градиент? А вот может. Концепция дизайна называется сумеречный туман. Цветовых решений у модели в конечном итоге три. Лунный белый, сияющая ночь и зеленая туманность. Увы, до нашего рынка последняя расцветка не добралась, но зато вы можете выбрать между темный и светлый. У нас, как вы понимаете, сияющая ночь. Переднюю и заднюю части устройства закрывает стекло Gorilla Glass 5. Удалось проверить на прочность, кстати говоря. Выходил я, значит, из авто, и телефон предательски выскользнул из кармана прямо, блин, на асфальт. Результат. Вмятинка на пластиковом торце и небольшой скол на спинке. Каюсь. Иногда я ходил без чехла. Да, просто корпус весь такой гладкий и приятный. Мне понравилось его трогать. Чем еще примечателен корпус? Здесь один мультимедийный динамик, и он, к сожалению, не играет в стерео вместе с разговорным. Да, здесь монозвучание, причем звучание не очень выразительное. Поясню про динамик. Он на самом деле громкий. Но инструменты смешиваются в кашу, и поэтому, ну, в целом, для меня звучание не выразительное. Давай, Джеки, покажи. Это, конечно, ремейк, но хороший. Тут есть разъем под наушники, который пора уже заносить в красную книгу, а еще тут кое-чего наоборот нет. Посмотрите на переднюю панель. Она лишена фронтальной камеры, и она находится в выдвижном модуле. Обычно такой модуль располагается где-то сбоку, но здесь поставили по центру, и на самом деле это выгодно, что он выдвигается из центра. Геометрия кадра получается более удачной. И здесь тоже не обошлось без приколек. Смотрите, выдвижение сопровождается световыми эффектами. Всего 12 цветов, можно задать какой-то один, а можно сделать рандомный вывод. Делается это где? Дополнительные настройки, далее всплывающие эффекты для камеры. Вот все цвета. Можно и звуковые эффекты добавить. Но камера сама по себе интересно жужжит, поэтому я думаю лучше без звука оставить. Ну да, цветовые эффекты, видите, меняются. Сейчас что-то оранжевое до этого было, фиолетовое. Почти все смартфоны в таком форм-факторе предлагают систему защиты. Когда девайс падает, камера прячется. Она фиксирует падение и пытается защититься таким образом. Но во многих смартфонах, почти во всех, которые у меня были, камера прячется на самом деле не очень быстро и закрывается уже, когда лежит на поверхности, ну, на условном столе, на условном полу или, блин, на диване. Здесь камера прячется очень быстро. Проходит меньше секунды и она уже скрылась. Ну еще раз давайте. Молодец. Главным трендом уходящего 2019 года стало наращивание количества камер. Опа, являясь активным его участником, Rino 2Z получила 4 камеры, но при создании этой модели камеры не стали располагать так, чтобы они привлекали все внимание, а органично их вписали прямо вот в корпус под стеклышко. И над блоком камер поместили небольшой благорок, оформив его зеленым кольцом. Он предназначен для того, чтобы телефон не лежал целиком на стекле, царапаясь всей спинкой. То есть девайс немного на поверхности находится под углом. Ну и в целом эта пиперка смотрится прикольно. Вообще зеленый цвет, он же фирменный для компании OPPO. И комплектные аксессуары тоже все с зелеными элементами. Маленькая деталь, но прикольная. И выдвижная фронталка не стала помехой для функции разблокировки по лицу. Можно ввести и онлочится. Пусть она выдвигается, но все равно работает же. Так, регистрируемся. Вот, я себя внес и, пожалуйста, работает. Несмотря на то, что фронталку спрятали внутрь корпуса, добиться полной безрамочности не удалось. Смотрите, внизу довольно-таки большой отступ. По бокам сверху все аккуратненько, но внизу, да, не смогли. Дисплей имеет диагональ 6,5 дюймов, соотношение сторон 19,5 к 9, а разрешение Full HD+. Это панели AMOLED. И, как и все AMOLED панели, она склонна мерцать на низкой яркости. Да, технология несовершенна. Смотрите, на 100% яркости коэффициент пульсации составляет в районе 7. Я понижаю, и он все равно небольшой. Это хорошо. Прям смогли и постарались удержать в нормальных пределах. Еще понижаю. Здесь уже полезло. Да, 57 на такой яркости. Смотрите, есть функция без мерцания при низкой яркости для защиты глаз. Без функции. Коэффициент составляет 57, а с функцией в разы меньше. Так что, если вы озабочены этим моментом, то знайте, что инженеры все предусмотрели. Еще благодаря AMOLED удалось поставить под экран дактилоскоп. И это один из самых быстрых и точных сканеров отпечатка пальца, что я встречал. Ну, смотрите, вообще никаких нареканий. И, кстати, зимой он работает вполне себе хорошо. И, конечно же, экран Always on Display, где выводится время, оповещение здесь тоже предусмотрено. В основе Oppo Reno 2Z лежит Android 9 Pie с фирменной прошивкой ColorOS версии 6.1. Рассказывать о ней не вижу смысла, так как неделю назад Oppo представила прошивка ColorOS 7. В новой версии дизайн сделали более легким, снабдив его мягкими цветами и куантум-анимациями. Обещает оптимизацию ресурсов и рост производительности аж на 25%. Полноценный ночной режим, новые игровые функции и новые возможности для камеры. Бета-тест ColorOS 7 уже идет, а Reno 2Z получит тестовую сборку в течение первого квартала 2020 года. То есть уже очень скоро, и там уже финалочка будет, и все будет прям чики-пуки. Новый пользовательский опыт ждите. Ну, а если хотите все же посмотреть на текущую версию ColorOS 6.1, то вот, пожалуйста, это вот рабочий стол, так выдвигается шторка, экран многозадачности, меню. Вот такой вот пользовательский интерфейс. Про камеры. Сзади их аж 4 штуки. Основной модуль здесь на 48 мегапикселей, Sony IMX586. Он снимает с биннингом, то есть маленькие пиксели по 0,8 микрометра, объединяются большие 4 в 1 и на выходе получаются пиксели по 1,6 микрометра, но разрешение итоговое выходит 12 мегапикселей. Второй модуль ультраширокоугольный, он на 8 мегапикселей и светосила составляет 2,2. Угол захвата 119 градусов. Короче, с верхними двумя камерами все понятно. Их мы часто встречаем и знаем, чего от них ожидать. А вот нижние две камеры это было сюрпризом. Они по 2 мегапикселя, пиксели там по 1,75 микрометра и предназначены они для портретного режима. Причем одна из этих камер 2 мегапиксельных цветная, а другая монохромная. Они обе предназначены для портретного режима для определенных стилей. Стили 6 и стили 7. Шестой стиль это монохромный, а седьмой стиль ретро. В общей сложности там 7 стилей и вот эти две камеры они задействованы в двух последних стилях. Не понимаю, в чем была сложность сделать все эти режимы без выделенных 2 мегапиксельных сенсоров, но спорить с инженерами не буду, а просто предлагаю посмотреть, как они снимают. В любом случае мы имеем дело с довольно хорошим основным модулем и просто неплохим ультраширокоугольным модулем. Основная камера выдает уверенные результаты как при хорошем свете, так и в помещении и даже в сумерках на улице. Конечно, в сложных условиях не помешает ночной режим, который тут конечно же есть, а для любителей штативов есть даже режим штатива. Вообще модуль камеры довольно сильный, хороший сенсор, светосильная оптика, но раскрыться ему на полную мешает отсутствие системы оптической стабилизации. За нее отдуваются электронные алгоритмы. Вместо ОС здесь есть. Зум только цифровой, для вашего удобства есть кнопки переключения между без зума, двукратное приближение, пятикратное приближение, но путем свайпа можно приблизить цифровым методом до 10 раз. Выдвижная 16-мегапиксельная фронталка не только эффектами интересна, но и результатами. Жаль, что фокус у селфи-камеры фиксированный, но в остальном все не дурно. А есть еще эффект боке на видео. Конечно, в обводке видны огрехи, но я все же был впечатлен результатом, учитывая, что тут только один модуль. Пример видео с боке, прямо в реальном времени, до записи. Ты нажимаешь на кнопку размытия, выбираешь, насколько большое оно будет. Сейчас максимальное размытие. Знаете, получается хорошо. Реально. Мне нравится. Но есть ощущение, что немного алгоритма 4-я благодаря мне. Теперь про видео. Оно может записываться с разрешением 4К на скорости 30 кадров в секунду, а может записываться в Full HD и HD на скоростях 30 и 60 кадров в секунду. Но есть нюанс. В 4К записываются ролики только на основную камеру. Если ты включаешь широкоугольный модуль, то там только Full HD и только 30 фпс. Есть, кстати, еще система ультра стабилизации. Там, возможно, 60 фпс и картинка становится прям такой плавненькой. Короче, смотрите пример. Пример видео в 4К на OPPO Reno 2Z. Давай, бигдик, просыпайся. Не хочет. Это сейчас хорошее освещение. Я там в отражении. Вырубай. Сейчас одна лампа. Так, записывают. Сейчас вообще и без всего. Вот. Темнота, да? Пройдемся немного. Давай, врубай еще. Еще лампа. Только лампа. А теперь еще и свет целиком. Вот так он снимает при разном освещении. Робот. Фоксировка, да? Проверим. Фоксировка быстрая. Нормально. В 4К вообще нет никакой стабилизации. А в Full HD работает электронная стабилизация. Вот коробка. Опа. Большая, да? Так, посмотрите на угол захвата. Это на основную камеру, а дальше будет пример с ширика. А вот это на ширик. Да, ширик очень хорош. В разрешении 4К, к сожалению, он писать не может, но Full HD и зато угол большой. Ну, круто, круто. Можно, кстати, цифровое приближение делать и на ширик тоже. Кажется, Oppo Reno 2Z это первый смартфон с процессором Mediatek Helio P90, что попал ко мне в руки. И мне было интересно, на что он способен и на что способен графический чип с трудно произносимым названием. Вот я написал, который в него встроен. Оперативки здесь 8 гигабайт, постоянной памяти 128 гигабайт. И если это вам покажется мало, недостаточно, то, пожалуйста, можно вставить microSD. Причем здесь тройной лоток, можно вставить сразу 3, 2 сим-карты, карта памяти ничем не жертвуешь. Хорошо. А что с батареей? Она здесь на 4000 мАч и поддерживается технология VOOC 3.0. Я поставил заряжаться на полчаса и вот такие цифры у меня получились. Производитель заявляет 51% спустя 30 минут, у меня получилось 47%. Это довольно близко. Вообще, я поставил еще на 5 минут сверху. В итоге за 35 минут он зарядился до 55%. Я считаю, что результаты довольно близки с тем, что заявляют. А как он разряжается? Знаете, все зависит от того, как его использовать, конечно же. Я поставил YouTube по Wi-Fi и за 2 часа YouTube Full HD он потерял всего 7%. Всего 7. Но потом запустил игру Shadowgun Legends на 1 час и получилось уже минус 20%. Так что под высокой нагрузкой, соответственно, много теряет заряда, а под средней и слабой нагрузкой мало теряет. Но могу отметить, что жор в простую у него отсутствует. Очень хорошо держит заряд ночью. С коммуникациями тут, кажется, полный порядок. Bluetooth 5, Wi-Fi 5 ГГц, MIMO, порт USB-C, разъем 3,5 мм для наушников, штекер вставляешь, все работает, поддержка 4G, NFC для бесконтактных платежей, тройной лоток под SIM и microSD. Ну реально. Я даже не знаю, что еще сюда бы хотелось. Икпорт? Уж прям совсем до кучи. Ну мне он не нужен. Вроде все, что нужно, все реально предусмотрели. Ну и как у него дела с реальной производительностью? Знаете, все очень даже ничего. Я проверял его в трех режимах. Первый режим это все вот по умолчанию, когда оно все так вот все и работает. Второй режим я загонял программы тестовые в раздел игры, вот сюда, где обеспечивается какая-то оптимизация дополнительная. Есть прям конкретная оптимизация по движок, как PUBG Mobile, а другие, я так понимаю, что просто вот как-то оптимизируются. Ну результаты отличаются, значит что-то происходит. И третий режим это был режим производительности. Вот он в аккумуляторе, вот он конкретный такой пункт под производительность. Да, это третий режим. Мой тест показал, что наиболее стабильные и высокие результаты теста вычислительных ядер получается в игровом режиме, то есть когда я приложение добавляю в раздел игры. Хотя и обычный режим без всяких там включалок, производительности и прочего не сильно от него отстает. А вот активация режима высокой производительности почему-то приводит к заметному троттлингу. Хотя должно быть по идее наоборот. Но нет, вот с ним самый сильный троттлинг. В графических вычислениях, судя по графикам из GFX Bench, отличия между режимами не очень большие, но в производительном график ведет себя как-то нервно, а батарея при этом нагревается сильнее, чем в других. Вот посмотрите, три режима, вот как у них фреймы туда-сюда скачут. А вот графики температуры батареи. Рост батареи самый высокий у производительного режима. В общем, я отдаю предпочтение игровому режиму. Хотя можно играть и по умолчанию, ничего никуда не включать, не перетаскивать. Но знаете, меня все же удивил высокий троттлинг в режиме высокой производительности. Хотя, казалось бы, наоборот все должно быть. Смотрите, какой красивый ты, е-мое. Вот это переливается, мне нравится полосочка. Е-е-е-е-е-е-е. Дизайн крутой, согласитесь? И, кстати, друзья, напоминаю, что у нас идет розыгрыш четырех смартфонов Opporino 2Z. Условия в описании, обязательно участвуйте. Но поторопитесь, Новый год уже скоро, и мне вот нужно определяться уже с счастливчиками, кто выиграет-то эти смартфоны. Давайте взглянем, как в реальных играх Helio P90 себя ведет. Это Call of Duty Mobile. Поставила все возможные там настройки, что были. 60 фпс счетчик наверху. Справа наверху температура батареи 38 градусов сейчас. Хочу похвалить отзывчивость тача. Прям нормально, меня ничего не напрягает. Реагирует хорошо. Вообще нормандос. Хотя, вот, смотрите, сейчас 45 уже, но это из-за дыма. 38-42. Просадочки, да, не без них. 59-54. Но, в целом, вспоминайте графики. По вычислительным ядрам и по графическим ядрам. Они почти не меняются с течением времени. А это означает, что фпс, что в начале игры, что спустя там полчаса, должен быть одинаковым. Да, вот и Shadowgun Legends. 20 фпс. Настройки жестокие, конечно, для девайса этого. Потому что даже флагманы не тащат нормально. Средняя графика. Как со средней? 28, 30, 34, 38, 39, 40. Как, что, как это, как старт в обратную сторону. На рост. Так, давайте 60 все же оставим. Может, с низкой будет? 48, 50. Ну вот, с низкой графика нормальная. Но, конечно, игра не очень красивая стала. Да, Shadowgun Legends играбили на низких настройках. С другой стороны, многим и 30-ки же нормально. Давайте попробуем такое сочетание. 30 фпс и средняя графика. Чтобы было покрасивше и чтобы был более-менее нормальный фпс. И что, 30-ка сохраняется? Смотрите. Стабильная 30-ка, возможно, на средней графике. А может быть, и высокий потянет? Ну-ка. Высокая 30. Что будет? 28, 30. Слушайте, тянет. Тянет, потянет. Вытянуть может. Не, ну давайте Ultra уж попробуем. Может быть, он Ultra возьмет в 30-ку. Ну, с натягом уже. У тебя нет, на 30-ку вышло. В общем, удивительное дело. Можно и в 30-ку играть. Нет, нельзя. 25, 24, 17. Высокая оставлять можно, я думаю. Вообще, мы постоянно показываем тяжелые игры. Но многие-то играют во что-то гораздо более простое. Вот, например, такой вот Tower Defense. Нормально идет, 60 фпс. Зайдите вообще в рейтинг Google Play, посмотрите, что там в топе. А там вот подобное, друзья. Если вы предпочитаете вот реально что-то массовое, то будет идти идеально. Игра Tactical поставил супер графику. Самое высокое значение и 60 фпс. Идет в районе 40-50, иногда выходит на 60. В принципе, знаете, тоже неплохо для такого уровня. Сейчас 30-ка. Это уже как бы не очень хорошо, 30-ка. Но график стоит самое высокое значение. Можно понизить. И будет, я думаю, приемлемо. Батарея, как видите, сильно не нагревается. И телефон, в принципе, не очень горячий. Дискомфорта не возникает. Ну, 30 фпс, это, конечно, да. Хотелось бы побольше. Real Boxing Rocky. Ну, давай, Rocky Balbo. Пух. Пух. Ну, в 30-ку. Нормально. Потные мужики в 30 фпс. То, что доктор прописал в эту зимнюю пору. Под PUBG Mobile есть оптимизация игрового движка. Давайте графику поставим. Вот такой баланс ультра. Если поставить высокую графику, то, к сожалению, будет только высокий фпс. А на балансе можно ультра включить. Плавно тоже ультра. Ну, вот так вот. Нормально, я думаю, будет. Ну, что, полетели. 40 фпс при таком режиме получается. Ну, что ж, я высадился. Что здесь происходит? В районе 40 фпс. Интересно, что скрывается за оптимизацией игрового движка там, да? Что это, в принципе, дает? Так, давайте открытое пространство. Так. Приветики. Ну, в принципе, когда я стрелял, сейчас не сильно там что-то лагало. Если будет на таком уровне всегда держаться, то это хорошо. Нет, все же динамик громкий. Не супер качественный именно по звуку, но зато громкий. Ну, вон негодяй тут. Я вижу его. Конечно, самонадеянно очень с такого расстояния попасть. Да, это не флагман там на снапе 855, 855+. Но, тем не менее, большинству, я думаю, будет вполне ок. Это я испорчен флагманами. Я могу там что-то жаловаться, возникать. Ну, давайте в целом оценивать рынок. Нормальное поведение. Oppo Reno 2Z запомнился мне в основном дизайном. Это реально симпатичный аппарат, в котором уже знакомые элементы реализованы под свежим углом. Ну и комплектный чехол, друзья. Это просто топ. Большое прям уважение производителю. С коммуникациями и фишками здесь полный порядок. Производитель не стал урезать Reno 2Z в угоду Reno 2. Знаете, не стал лезть в распределяющую шляпу, как делают Huawei и Honor, и лишать чего-то эту модельку. Здесь есть все. Сканер в экране, пожалуйста, есть. Выдвижная камера, хорошо. Ширик есть. NFC есть. Тройной лоток есть. Быстрая зарядка есть. В общем, все, чего ты ожидаешь от этого вот сегмента, здесь все предусмотрели. А как у Huawei и Honor? Там моделей куча, но среди них нет чего-то такого ультимативного, которое сочетало бы все. Вот смотришь и что-то, блин, не хватает. Вот это я называю распределяющей шляпой Huawei. Короче, мне понравился подход, что ключевые фишки все здесь есть. Основная камера выдает хорошие результаты даже без Gcam. Процессор Mediatek. Критиковать его только потому, что он Mediatek и я не хочу. Игровым его никто не называет, а в целом он выдает стабильную, выше среднего производительность, которой, я думаю, будет хватать большинству. Вот реально, P90 под нагрузкой ведет себя сравнимым образом с Helio G90T. Как так? Не знаю. Ну а автономности быстрая зарядка будут только радовать. Покажите мне человека, который откажется от быстрой зарядки. Так брать Oppo Reno 2Z или не брать? Скажу честно, он не из тех телефонов, что способен склонить к импульсной покупке. Но обратить на него внимание однозначно стоит. Особенно он понравится тем, для кого внешний вид имеет важное значение. Об этом он реально хорош. Прям очень крутой. И, друзья, представьте, как он будет классно смотреться под елкой и в этом цвете, и в другом цвете. Прям вообще хорошо будет сочетаться со всеми этими красивыми елочными игрушками и подарками. Короче, обратите внимание. И обязательно участвуйте в розыгрыше. Надеюсь, вам повезет. Напоминаю, что мы разыгрываем 4 Oppo Reno 2Z. Прям 4. Шансы очень высоки. Участвуйте. Условия все в описании. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Тыкайте колокольчик, чтобы получать оповещения. Ставьте лайк видео, если зашло. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok